Утеплить стены, да помогчизнасти працу, выдать фельдшерам видеорегистраторы, разобраться с земельными пытаннями и недобросумленными предпринимальниками. Сегодня у корме помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел промой телефонную линию. За две годины на ЕЕ позвонили каля полутора десятка уже хоров с разных кутков региона. Об тем, что турбоя людей, доведалися наши корреспонденты. Первый звонок раздается ровно у 10 годин. Уже хара Рогачева одразу некольки тем. Одна из них достатково слушная. Мужчина пропоновывает закупить для фельдшера ухудкой допомоги видеорегистраторы. З ними будет спокойнее як медикам, так и хворым. Так само гучить просьба допомогчей отримать дозвол на расторминовку оплаты зубопротезирования у державной стоматологии. Наступное телефонование с Гомеля. Женщина просит не переселять ее семью и інших жильцов з одного интерната у други в связи с передачей будинка на баланс с іншей организацией. Пытание достатково складанное, потребует лумачения от разных службов. Жильевые проблемы и у жахара Гомельской шмат поверховки. 47 лет дом. Все исправно платим. Пенсионеры, детские, маленькие там живут. Пожалуйста, помогите 47 лет дому бесплатно отремонтировать, убрать антенны. Утепление дома. Рядом 10-ка стоит, номер 10 дом. Одинаково, не два близнеца. Их утеплели, нас почему-то и в проекте нет. У незразумелую ситуацию трапил жахар Решеского района. З его дома на поверху сняли лечильник электроэнергии. До этого, каже мужчина, отличения за эти услуги рабились с его зарплаты автоматично. А зараз энергетики поведомили, что у него велизная запазычность за электричность. Зразумелое, не обойшлось без скаргау на соседе. Наприклад, у Мазыранки они забрали метр земли на проседебном участку. Традиционные просьбы – допомоги знасти працу. А жахарка Карменского района поскарделася на недобрасумленного предпринимательника, який взял тысячу рублей за установку окна. Але не выканул работу и гроши не вернул. Ряд вопросов сегодня касается по-прежнему – это наведение порядка в дворовых территориях, это утепление домов, это простые банальные вопросы – снять антенны с крыш, потому что они угрожают, могут принести какие-то увечья. Ну и также это трудоустройство, оно опять-таки всегда звучит. Мы вырошили погуторать за утром скарг, якая тычется дорожных пытаний у кармы. У Владимир Ананенко разом с соседями уже чака у нас на проблемной улице. По этой стяжинце, рассказывают мясовое, у сырое на дворье не пройти. Кажуть, зверталися у райвы конкам, але пакуль на ремонт нема финансовання. Нам любую дорожку, мы предлагали, привезите щепня, мы проведем субботник, сами жители, и сделаем себе эту дорожку. Нам лишь бы была пешеходная дорожка, нам ничего другого больше не нужно. А что по поводу моста? Кост нормальный, хороший, ну просто нужно сделать перила, там лежат бетонные плиты. Сделать перила и все. ГТ-пытания, а так само усі остатні, які прогучали под час промой лініи, будуть розгляджены у ближайший час. Ижигары Гомельшины оперативно отримаются на их грунтовные отказы.